Приветствую вас, давайте поисследуем ваш вопрос, который задан в, ну, похожем, стиле, что и предыдущий. Вы пишете, значит, дело в том, что я по жизни троечник. Дилетантизм прослеживается даже в тех сферах, которыми занимаюсь в течении сознательной жизни. Здесь, на мой взгляд, очень много оценок, очень много такого оценочного суждения у вас о себе. Мне кажется, что здесь у вас прям очень много какой-то такой скрытой комфорт, конформности. Знаете, как вы говорите про то, что вы маргинал, про то, что вы видели себя как социально адаптированный человек. Но вот эта вот оценочность, да, то, что и дальше проявляется, ну, дальше проявляется это тоже. Вы пишите там, что вас оценивали как талантливого человека, и это тоже такое ориентирование на внешнюю оценку. Не на себя, да, самого, а на внешнюю, ну, на одобрение людей, и это на самом деле очень сильно тяготит, когда человек ориентируется на других людей, а не на себя. Это очень тяготит всегда, очень тяготит сильно. И вот, вы знаете, я хотел бы всё-таки сказать, что вы противоречите мне всё-таки себе, потому что, если бы вы выбили маргинал, допустим, то, опять же, это немножечко всё по-другому бы выглядело у вас, вот, и вообще, наверное, отдельного какого-то вот внимания заслуживает определение вообще этого слова, да, то есть слово вкладывает в слово маргинал, потому что, ну, мне кажется, что здесь оно используется не совсем верно, вот, но я не буду сейчас устраивать здесь каких-то теологических, э, теологических, а терминологических споров, вот, с вами. Я просто хотел указать на этот момент, что вы слишком сильно здесь проявляете своё, своё оценочное ориентирование. Дальше. Люди отмечали, что я способный и даже обладаю талантом. Вот, опять же, да, люди отмечали, что вы способны и обладали даже талантом. Но, заметьте, люди, люди отмечали, не вы, люди. То есть, вы сами о себе, по-видимому, мнение другого. Или у вас вообще мнения нет о себе, или мнение другое у вас. Вот. Но, мне кажется, что тут тоже, вот, важен контекст. То есть, в каком контексте вы говорите, что люди говорили, что я способный. То есть, это, опять же, всё извне. Да, кто что говорил, кто что думал, это всё, это всё история из мне. Она, эта история никак не, ну, никак не поможет вам. Именно, вот, в решении ваших проблем, например. Это происходило в те моменты, когда я был полностью погружен в тело и находился на стадии нервного срыва. Угу. То есть, получается, что вы переживаете очень сильное напряжение. Вы находитесь на пределе своих возможностей. И люди в этот момент говорят, что вы способны и что у вас возможностей даже есть талант к чему-то. Я вам открою небольшой секрет. Ну, я не знаю, конечно, насколько секрет, но, может быть, вы об этом не в курсе. Это не талант. Когда вы находитесь на пределе нервного срыва, когда вы находитесь в нервном срыве или когда нервный срыв происходит, это не талант. Талантливость, это когда человек делает какие-то вещи легко. Когда у него это получается само собой. Поэтому здесь я бы, вот, не сказал, что у вас именно в этом, вот, именно в этом, в том, что вы описываете, да. Я не знаю, чем вы просто понимались, я не знаю, о чем идет речь. Вот. Но то, что вы описываете, вот, то, что вы описываете, талантом не является. Способный, да, может быть способным. Но, опять же, каждый из нас в теории, если он напряжет все свои силы, он, в принципе, проведет впечатление способного человека. Другой вопрос, кому это нужно? И нужно ли это вообще? Вот. Потому что, вот, на мой взгляд, это, скорее, не нужно, чем нужно. Потому что, с такой ценой быть способным, это, на мой взгляд, уничтожит любое желание всем либо заниматься, уничтожит любое желание что-либо делать и, ну, просто, вот, никакого вообще, никаких сил не хватит. Так. В студенческие годы меня привлекала разгульная жизнь. Пишите вы. Да. Про нервный срыв. Нервный срыв у вас случился, что это было, как это произошло, как вы к этому относитесь, то есть, что вы из этого этого сюда вынесли и так далее. Как-то вы это, так, очень мимоходом затронули эту тему. В студенческие годы меня привлекала разгульная жизнь. Ну, смотрите, в принципе, естественно для человека, естественно, в таком вот молодом возрасте, в студенческом возрасте жить разгульной жизнью. Но. 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 Всегда ли это было вам в удовольствии? Вот. Честно, честно. Если честно. Положая руку на сердце, да, если честно, вы спросите себя, всегда ли мне всегда ли было хорошо? Всегда ли я, там, получал удовольствие от того, что вел разгульную жизнь? Мне почему-то кажется, что нет. Опять же, я сейчас не буду говорить о том, почему я так думаю, но просто люди, которые, которым нравится разгульная жизнь, которые хотят ей, ну, которые хотят так жить, так жить. Ну, они, как правило, не обращаются за помощью вот такого плана. Им, как правило, знаете, им, как правило, хорошо, вот так им, как правило, нормально. То есть это вот такой факт. Поэтому здесь разгульная жизнь мной воспринимается, как нечто, с помощью чего вы убегали. Здесь разгульную жизнь воспринимается мной, как нечто, с помощью чего вы от чего-то бежали, от чего-то, возможно, ну, в себе бежали. Вот, хотя я повторюсь, что он не является истиной последней инстанцией, и могу ошибаться. Здесь, безусловно. Так, шли годы, я встретил свою жену, появились дети. Ну, опять же, насколько это все было по желанию. Пришло понимание, что важнее семьи, ничего не может быть в этой жизни. Это моя вторая установка, я отдам жизнь, жизнь для семью. Нет, 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 ну, то, что вы отдадите жизнь для семью, это, это хорошо. Это означает, что вы любите свою семью, это здорово. Но то, что важнее семьи в жизни ничего нет, это, конечно, достаточно тревожный фактор. Потому что есть важнее семьи то, что было до семьи, то есть важнее семьи то, что было до нее, а до нее были вы. Поэтому важнее семьи вы сами. Вы сами важнее семьи. И очень жаль, что здесь вы, судя по всему, этого не понимаете. Опять же, по опыту психотерапии, я могу сказать, что люди, которые вставят во главу главы семью, они, как правило, обесценивают себя. Потому что, если человек говорит, что вот, ничего важнее семьи нет, то это означает, как правило, что человек боится потерять семью, потому что его в некотором роде семья определяет. Понимаете, да? То есть у вас определяется семья. И я не думаю, что это что-то хорошее для вас. То есть семья, конечно, важна. Особенно она важна, если вы, к примеру, любите свою жену, да, если вы любите своих детей. Но важнее все равно вы, понимаете? Важнее все равно вы. Почему важнее? Потому что семья может распасться. Вот. Просто элементарно семья может распасться. Это неприятно, это больно, это ужасно. Но семья, объективно, может распасться. С этим ничего не поделать. И если семья распадется, она может распасться. Могут уйти дживуством, безем они крутятся. И если семья распадется, то останетесь вы у себя. Понимаете? Какая штука. А вы говорите, что важнее семьи, ничего нет. Это позиция очень такая опасная. Она опасная, потому что этим могут воспользоваться люди. Зная, видя, что семья для вас это слабая. Поэтому семья важна. Но важнее вы. Важнее то, что было до семьи. Вот. Но это, на мой взгляд, это прямо аксиома. То есть я сейчас не говорю что-то такое вот. Вообще. Ну что-то такое откровенное, да. Я, наверное, не говорю. В то же время я ощущаю себя фриком до определенной степени. Фриком это означает не таким, как другие. Ненормальным. Вот здесь проявляется ваша конформность. То есть, эээ, что значит вот, эээ, ну, что значит, что я фрик. Кто, кто определяет, что норма, а, что, ну, кто это определяет? Кто может с уверенностью сказать, какой человек нормальный, а какой человек ненормальный? Вот кто может с уверенностью это сказать? Да. Вот вы просто сами подумайте, вот, вы умный человек. Подумайте сами на эту тему. Так фриком вы считаете себя потому, что не соответствуете какой-то норме, которую вы сами себе установили. Так получается, что в душе я достаточно маргинальный, но выполняя роль вполне себе порядочного социально адаптированного персонажа. То есть, вы боитесь тех чувств, которые в вас сокрыли. По сути дела. Вы боитесь всех своих желаний, которые в вас сокрыты. Вы говорите, что вот, я маргинален, вот, у меня есть какие-то желания. Я этих своих желаний боюсь, они недостойны, я должен быть порядочным и так далее. Ну, хорошо. И как? Вот хочется спросить у вас. Вы счастливы от того, что происходит сейчас с вами? Ну, мне кажется, что нет, что не счастливы от того, что вы играете роль социально адаптированного порядочного гражданина. Потому что та маргинальность, как вы ее называете, это часть вас, а вы ее игнорируете. Вы ее игнорируете, считая, что быть ее не должно. Но она есть. Как бы вы ни скрывали глаза на нее, что бы вы ни делали, она есть. И до тех пор, пока вы не дадите ей себя проявить, до тех пор, пока вы не дадите ей выразиться хотя бы словесно, хотя бы символично, хотя бы. Ну, я думаю, что вам будет так тяжело. Так. Все это рождает мне определенные дезортания на месте в оборотах профессионального роста. Ну, правильно. Спортиварище. Не цельность, цельность, личность и личности нет. Я понимаю, что многое тянется из прошлого, многое оттуда относительно себя воспринимается вероятно ошибочно. Да, но это не главный момент. Главный момент то, что вы здесь и сейчас, вот то, что вы именно здесь и сейчас воспринимаете часть себя, как что-то чужеродное. Как что-то такое, быть чего не должно. Но оно есть. Так или иначе, оно есть. От этого никуда не деться. Важный вопрос. Чего я хочу? Не очень понятно, кому адресован вопрос, Александр. Хочу быть уважаемым обществом маргиналом без негативного влияния на семью. Возможно ли это? Да. Да. Возможно. Это возможно, Александр. приняв себя, приняв всего себя, я думаю, что вы можете принять в том числе и других людей. Вот. И вам будет легче, и другим будет легче. Что же? Вот. Такая вот история, я полагаю. Так можно ответить вам на вопрос. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если вам понравился, понравился мой ответ, буду благодарен за его оценку в качестве лучшего. А я желаю вам всего самого доброго и удачи. Продолжение следует...